Владимир Владимирович, в конце декабря прошлого года прошел совет по культуре при президенте России. Давайте поговорим о его итогах. Ну, начнем с того, что единственным представителем в Совете при президенте России по культуре и искусству от Урала до Курильских островов является основательница школы искусств «Этнос» из Южно-Сахалинска, заслуженной работник культуры Российской Федерации Наталья Семеновна Единова, которая представляет и Сибирь, и Дальний Восток в этом Совете. Но, по всей вероятности, на заседании этого совета она не смогла быть, потому как была нелетная погода на Сахалине, и вылететь она не смогла, ее не было на совете. Но, тем не менее, вопрос там рассматривался очень важный, который должен определить всю культурную политику России на ближайшие, ну, я думаю, 20 лет. Это закон о культуре, который должен быть подготовлен, должен быть принят, и вот как раз члены Совета по поручению президента должны готовить свои предложения, как они видят этот закон. Где-то этот закон должен отменить действующие другие законодательства относительно культуры. Поэтому здесь, в общем-то, я считаю, что если все сложится и состоится, то закон этот будет очень значимый за последние, ну, я думаю, 30 лет точно. Если, опять же, к написанию этого закона будут привлечены действительные специалисты, которые разбираются в вопросе и которые понимают суть этого закона. А суть это сохранение и преумножение, не отметая старое, развивать, наращивать наш потенциал, сохранить исполнительскую школу российскую, и сохранить систему учебных заведений, библиотечную систему. Да все, что входит в эту сферу, в сферу культуры. Искусство тоже входит в сферу культуры. Возвращаясь немножечко к самому началу нашей с вами беседы, хочу спросить. Все-таки мы говорили о том, что не каждый город похвастается таким количеством культурных площадок, развитием в сфере культуры. Все-таки у нас в последние несколько лет все очень стремительно пошло развиваться, и скоро, как я говорила, откроются филиалы. Третьяковская галерея, филиалы Эрмитажа, библиотечная система, вот вы сейчас затронули, она стала показательной даже для мировой практики, благодаря Сергею Соловьеву и его команде, которые поменяли кардинально восприятие вообще библиотек. Да, это городская библиотечная система. А есть еще Краевая библиотека имени Горького, которая, к великому сожалению, многие годы без собственного здания, и вопрос этот не решается. И, в общем-то, я не знаю, Александр Георгиевич Брюханов, директор библиотеки, во все двери стучит. Хотелось бы, чтобы его услышали, и вопрос этот был решен, потому что Краевая библиотека – это главная библиотека края, которая, в общем-то, определяет работу библиотек на территории муниципальных образований. И, в общем-то, это главная библиотека края, и она должна выглядеть прилично в соответствии со стандартами 21 века. То есть проблем на самом-то деле не так мало? Проблем очень много. Мы не затронулись здесь с этой долей, потому что, опять же, для решения всех этих проблем должен быть создан орган управления культурой такой, который эти проблемы решит. И чтобы нам не пороть горячку, все должно быть взвешено при создании, при реорганизации этого органа. И, в общем-то, полномочиями он должен быть наделен очень широкими. И человек, который его возглавит, это должен быть не мальчик или девочка для битья, а человек, который бы при назначении доверился власти, что он, что власть действительно видит в нем руководителя, организатора, а не просто человека, на которого потом все шишки, которого обвинят в том, что он не справился. Здесь должна быть помощь. Помощь на всех уровнях. Хотелось бы верить, что так это и произойдет, потому что бурный рост культурной сферы в Приморье, он дает надежду, что это течение само должно вынести на берег того руководителя, кто может руководить. Ну и также вскрыть проблемы, потому что сейчас, я так понимаю, что появляется новое культурное учреждение. Проблемы обсуждаются и в прессе, проблемы театра молодежи, проблемы те, что на самом деле у нас необходимо строительство театра кукол. Это здание не принадлежит театру, оно в аренде. Об этом много лет идет речь, но ничего не строится. И как бы, опять же, инновационный центр, он как-то вот ближе, наверное. А театр кукол, театр, который готовит... Потрясающий театр. Потрясающий. У нас все театры потрясающие. У нас прекрасные коллективы. Театры работают очень... Слаженно. Слаженно, хорошо. Это, в общем-то, относится к большинству театров на Дальнем Востоке, потому как и кадры готовились в Институте искусств для этих театров, и школа, она, в общем-то, будем говорить, Владивостокская. Ну и где-то внимания к театрам в регионах больше, где-то меньше. Но в целом, в целом, вот как бы, в любом случае это требует проработки определенной. Вот, к слову, хочу как раз задать вопрос. Считается, да, в народе, что деятель искусств должен немножечко голодным быть, чтобы хорошо делать свою работу. Есть, шутят много по этому поводу, но хочется затронуть эту, на самом деле, серьезную тему, потому что в какой-то период это был просто смех сквозь слезы. Я хочу спросить про зарплаты на сегодняшний день. Вам из открытых, опять же, светоисточников могу такую задачу задать. За 16-й год исчезло 6 учреждений культуры на территории Приморского края. И исчезло 750 работников культуры. А средняя зарплата официальная в сфере культуры по краю, ну, согласно дорожным картам, 23 900 там чем-то рублей. Вот, вы не отгадаете эту загадку, потому что никуда эти 750 человек на самом деле не делись. Они как работали, так и работают. Только их, чтобы выровнять этот средний показатель на 0,5 ставки, на 0,25 ставки. И вот такие зарплаты вообще на белом свете, наверное, уже и не существуют. Как получает библиотекарь или заведующая клубом где-то у нас в районах, значит, там 3,5 тысячи, 5,6 тысячи. Вот. Это уже даже прожиточный минимум получается какой-то. Да нет, конечно же нет, но здесь по закону все чисто, потому что они работают на полставки, на 0,25 ставки. А те, кто вот оформлен на полную ставку, у тех средняя заработанная плата при сложении всех этих вот цифр получается, ну, около 24 тысяч. Ну, это еще с этих денег нужно 13% подоходного налога удержать, вот там еще то-то-то-то-то, ну, на руки получают они где-то в пределах 20 там, с копейкой. Ну, а как бороться с этим? Как вы считаете, есть ли какие-то перспективы, может быть, на заседаниях многочисленных выносятся какие-то предложения? Почему ничего не меняется из года? Ну, перспективы, я опять же выражу свое мнение, оно не подкреплено никакими нашими, скажем так, актами нормативными, даже никто и не предлагал такой вариант. То есть, вот как здравоохранение. Все больницы на территории Приморского края, они подчиняются департаменту здравоохранения. Хотя бы сделать какие-то вот базовые такие и школы, и дворцы культуры, которые получили статус, ну, не краевой, но статус такой, который бы давал им возможность зарплату получать из краевого бюджета. Вот тогда бы, может быть, и что-то как-то улучшилось. Ну, а в идеале, конечно, что вся эта сфера должна по отдельной статье финансироваться, и точно так же, как госслужащие, они должны получать достойную для человека современную заработную плату. Потому что труд этот очень непростой, и от этого напрямую зависит вообще благополучие здесь, на Дальнем Востоке, и сохранение и населения здесь, и вообще России на Дальнем Востоке, как государство. Ну, можно, наверное, подвести такой итог нашему разговору, что, слава Богу, сегодня есть возможность у молодых выпускников вузов, связанных с искусством, развиваться во Владивостоке, в крае, работать. Есть места, да, куда можно устроиться. Но, тем не менее, есть еще и огромное количество проблем, которые необходимо решать. И я надеюсь, что, конечно, в ближайшем будущем все-таки что-то сдвинется с мертвой точки. Мы обратим на них внимание. Все проблемы решаемые. Если этими проблемами заниматься, их решать. Я считаю, что так и есть политическая воля руководства страны. И я думаю, что все будет сделано так, как должно быть. Владимир Владимирович, спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня. Спасибо за то, что вы делаете. Благодарю вас. С наступившим Новым годом и с Рождеством. Вас тоже взаимно. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова